Всем привет! Вышла наконец-то вторая часть нашего обновления. Если честно, я думал, что обновление будет очень маленькое. Добавят Сани, получается, которые обещали, то есть для ховерборда, скин. Я думал, на этом всё. Больше ничего не будет. Оказывается, столько всего нового добавили, я просто в шоке. Я даже не ожидал такого количества нововведений. Значит, вот здесь вы можете увидеть, что у нас тут добавили. Тут написано. Давайте я вам сейчас ещё вкратце быстренько покажу, и потом ещё зачитаю, что добавили. Значит, смотрите, у нас вот здесь поменялась иконка. Теперь это получается 3D-шный питомец здесь, а не просто там моделька, грубо говоря. То есть не просто картинка, а именно 3D-картинка. В принципе, прикольно. Значит, сюда заходим. Здесь тоже, как видите, всё обновили. Тоже очень круто выглядит. Намного лучше, чем было. Так, тут вроде бы ничего не поменялось. Ачивки новые тоже вроде бы не добавились. И давайте перейдём к самому интересному. Добавился какой-то... Получается, как я понял, это яйцо, которое стоит 800 робуксов. Вот насчёт этого питомца я не знаю, что это за питомец. Может быть, это какой-то легендарный, либо эксклюзивный. Давайте посмотрим. Так, давайте вниз лиснём. Ну, здесь его пока что не видно, по-моему. А, нет, смотрите, добавился Хьюч Санта Павс. То есть в этом обновлении разработчик добавил ещё одного Хьюч Кота. Да, только получается вот такого, если я не ошибаюсь. Подождите. Да, офигеть. То есть Санта Хьюч. Но это жёстко. Это жёстко стоит. Это яйцо получается 800 робуксов. К сожалению, у меня такого количества сейчас нету на балансе. Я бы открыл ради интереса. Также здесь может выпасть радужный вот такой питомец. Может выпасть вот из Дарк Материи. И могут выпасть Хьюч Питомцы. Это очень жёстко. В принципе, цена, ну, более-менее нормальная. Также добавили новый геймпасс. Давайте покажу. Вот он, этот геймпасс. Стоит 400 робуксов. Это магнит. Значит, с помощью этого геймпасса вы можете находиться в любой локации. И монеты, мешки и так далее, они будут собираться именно к вам автоматически прилетать и вам зачисляться. В принципе, довольно круто, но... Конечно, не у всех столько робуксов есть. Также, смотрите, добавили вот такие леденцы. С этих леденцов выпадают печеньки. Если не ошибаюсь, давайте проверим. Да, как видите, с них выпадают печеньки. Добавлены они на всех абсолютно локациях. Насчёт количества, которое они дают, точно не знаю, но можно это потом попозже проверить. Значит, давайте я теперь зачитаю, что добавили. Добавились у нас квесты. Давайте сейчас к ним тпхнемся. И я зачитаю полный список обновлений. Но это жёстко. Короче, добавили... Получается 5 скинов для ховерборда. Давайте мы это с вами проверим. Так, отлично. И заходим сюда. Да, как видите, здесь, получается, есть ховерборды, но... А, нет, даже больше добавили. Получается 7 ховербордов. И вот тут написано, как можно их получить. Естественно, если у вас нету геймпасса, вы никак не сможете эти скины получить. Так, далее. Значит, здесь у нас квесты. Сейчас мы это с вами посмотрим. Написано то, что можно получить пряники, бриллианты, бусты и даже эксклюзивный ховерборд для саней. В принципе, тут награды довольно должны быть жёсткие, как я понял. Идём дальше. Про геймпасс я вам уже сказал. Про иконки тоже. Леденцы тоже. Яйцо донатерское тоже, в принципе, сказал. Вот, изменения. Что в изменениях? Теперь у нас умножение имбирного пряника не на х3, а на х2. В принципе, разницы особо нет, но, конечно, вы будете довольно меньше получать. Я думаю, это будет заметно. Добавили звуковые эффекты. Масштабирование здоровья. Здоровье сундуков с пряниками, подарков, бриллиантами и леденцов теперь зависит от места их появления. То есть, получается, где они появляются, там в локации, вот, допустим, если тп х2 валан форест, как я понял, там это всё будет суммироваться, умножаться и вычисляться. Насчёт этого точно я, конечно, не понял, но что-то интересное. Так, написано то, что больше мешков будет добываться с сундука. Это очень круто. И праздничный баф для кошек. Шанс выпадения огромного праздничного кота увеличен втрое. То есть, прикиньте, получается, вот с этого яйца шанс выпадения вот этого хьюч фестив кота увеличили в три раза. Офигеть. Ну, это жёстко, это реально жёстко, это просто разрыв мозга, обновление. Так, а как сюда зайти? Чё, не как, что ли? Или вот типа задание вот тут есть. Получается, ага, вот первое задание, они вот здесь будут писаться, получается. Нужно сломать 100 кэнди конфет вот этих, то есть леденцов. И за 100 сломанных леденцов мы получим с вами 1 миллион печеней. Ну, в принципе, мало, но с каждым разом, когда будет задание всё сложнее и сложнее, естественно, вам будет намного больше бонусов предлагаться. Так, ну, в принципе, на этом весь список обновлений у нас закончен. Давайте я сейчас тпкнусь в последнюю локацию, вот, допустим, сюда, где сундук, и проверим, правда ли падает больше мешков, чем раньше. Может быть, это, конечно, будет не быстро, но сейчас мы с вами это узнаем. Ну, смотрите, кстати, здесь я не вижу этих леденцов пока что. Так, а вон там что за сундук? Секунду. Давайте посмотрим. Это же здесь. А, это обычный сундук золотой, всё, ладно, тогда нормально. Ну, слушайте, здесь я почему-то не вижу этих леденцов, походу, они только спавнятся на спавне. Хотя разработчик написал то, что спавнятся везде. Так, значит, отправляем сюда наших питомцев. Давайте ради интереса посмотрим, сколько я сейчас получу. Получал я вроде бы как 20 тысяч монет. То есть, не монеты пряников. Нифига себе! Ну, слушайте, я бы не сказал то, что он уменьшил умножение этих печенек. Я получал раньше по 20-30 тысяч с этого сундука вот с такими питомцами. Сейчас я получаю, получается, в два раза больше почти. Ну, мешков пока что я не вижу. Ладно, пусть ломают тогда. Давайте поищем конфеты. Ну, здесь, скорее всего, как я понял, их не будет. Конечно, интересно было бы пооткрывать вот это вот яйцо. Конечно, стоит оно не дешево. И, естественно, столько количества робоксов, такого количества, мало у кого есть. Но, если бы у вас была возможность открыть, я думаю, было бы круто. Интересно, вот действуют мои геймпассы на умножение удачи на вот это яйцо. Также напишите, какие у вас там проценты на вот этого huge festive кота. Интересно будет посмотреть. Вот у меня 5%, у вас может быть даже поменьше. И посмотрим, умножение действует, то есть удачи или нет. Ладно, в принципе, не суть. Давайте тпхнемся в начальную локацию, в наш мир. И будем искать эти ледницы. Конечно, сейчас я не смогу полностью пройти это все, выполнить это задание, потому что будет довольно долго. Так, давайте ховерборд юзнем. Пока что я этих леденцов вообще не вижу. И, кстати, смотрите, получается вот эта локация зимняя, а вот эта обычная. А если я не ошибаюсь, по-моему, раньше все были зимние. Скорее всего, не было, наверное, даже. Не, ну если вот именно вот здесь конфеты собирать, это будет жестко. Потому что это довольно сложно. Как я понял, нужно ломать вот эти монетки, и тогда они будут спавнаться. Ну ладно, в принципе, это за несколько дней мы с вами точно узнаем. Кстати, давайте тпхнемся в нашу ивентовскую локацию. Может быть, они и тут спавнятся тоже? Нет, тут их нету, кстати. Странно. Походу, все-таки, правда, они спавнятся только на спавне. Это печально. Ну ладно, в принципе, вот такое крутецкое обновление у нас сегодня вышло. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. С вами, как всегда, был Айзбан. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok